здравствуйте шалом вам тоже и вам и вам большущий шаломчик что тут интересного сегодня у вас вам шаломчик от меня я человек который вам встретился в чат рулетки который с вами здоровы договорились ну что вам рассказать интересно брянской области сбили четыре борта утвержденных ну военные действия бывает такое еще раз конечно так а сейчас знаете сейчас такие войны странные идут сейчас короче все сами себя стрелять обстреливают это видимо тренд такой вот смотрите вот над киевом тоже вертолеты сбивают байрактары тоже сами кондиционеры сами свои взрывают все сейчас короче знаете такая война странная сейчас все короче сами себя фигачит такая вот я вам отвечаю вы у меня вы у меня спросили вы что сами себя я говорю конечно мы сами себя все в этой войне бьют сами себя короче киев сам себя бьет все области сами себя бьет сама себя бьет но бывает такое ну модно просто так стало понимаете мода пошла такая пошла мода но чё ж вам еще вы же у меня еще раз спросили слушаю вас слушайте чудесно это война бывает идут боевые действия как-то так вы выразились то есть в дальнейшем когда вы будете задавать какой-то вопрос я в теории могу вам отвечать так же а я вам а я вам а я вам раз а я вам раз а я вам раз и не задам никакой вопрос представляете сладенький сладенький никакого конструктивного диалога не получится потому что я вам задаю открытый прямой вопрос и даю вам пространство для замешания а вы же отвечаете как самый банальный лошок который пытается слиться с ответа не больше и не меньше вам не стыдно перед своими зрителями очень стыдно очень стыдно очень стыдно мне не интересно как общаться с человеком которому стыдно вести диалог очень стыдно конечно отвратительно и убежал вот здравствуйте добрый ночи добрый о чем говорит такая очаровательная дама а о чем говорит очаровательная дама сегодня ну что тут это тревога у нас вышла покурить что свет мигал это на улице включается а понятно датчик движения ясно вот вижу у вас живете богато у вас газовый котел двухконтурный ну да прекрасно цветы везде цветы везде потрясающе очень красивые очень красивые просто невероятно там ремонт дальше дальше ремонт я понял там где нет ремонта там красивые да укрытия нету только а какое укрытие нету подвала нету укрытия нету а подвал нужно всегда выкопать у нас тут вода близко два метра и вода а сколько надо копать вниз а сколько нужно метров для укрытия для укрытия ну не знаю если ракета то пробивает три этажа понятно а вы что живете где-то рядом с военным объектом нет не рядом а были какие-то прилеты рядом с вашим домом нет слава богу ну и хорошо в центре города были у нас где-то 5 остановок троллейбусных а какой город у вас Винница ну да по Виннице мы знаем там дом офицеров там по-моему да дом офицеров да ясно ясно ну там больница и детские там офицеры не собираются дети занимаются танцами кружки детские школа там первых первые классы учат как нулевой класс у вас же в России тоже дом офицеры там всякие концерты проходят еще так и у нас понятно ну что поделаешь военные действия ведут а вы а вы поддерживаете спецоперацию да а чё ну потому что разобрался для себя и что вы разобрались то есть мирные города это нормально бомбить нет мирные города целенаправленно никто не бомбит ну как не бомбят так прилетает по военным объектам по объектам инфраструктуры критической ну ну не знаю дом офицеров это не военный объект это самый что ни на есть военный объект ну как военный там военные не собирались там как раз в тот день когда туда удар нанесли там как раз было совещание высокопоставленных офицеров причем связанных с воздушными силами ну это может вам так рассказали нет они нам так рассказали это потом это мы потом прочитали в некрологах в украинских странно вот я тоже думаю что странно вот я тоже думаю что странно когда военные устраивают какие-то военные базы и военные объекты посреди жилых домов и жилых кварталов вот это действительно странно ну да это центр города наш я знаю да просто военные всегда прекрасно понимают что там где собираются военные туда может прилететь поэтому я и удивляюсь как можно было собираться в центре города это же опасно для окружающих людей но их к сожалению это не волновало ну не знаю мне кажется это странно у нас такой информации нет конечно конечно нет конечно нет в американских новостях зато есть много где можно найти и прочитать ну хорошо прилеты вот вчера да в николаеве по торговому центру это военный объект ну мы с вами не можем точно знать я могу просто предположить вот помните когда в самом начале в Киев тоже в торговый центр забыл как он называется в центре Киева находится помните торговый центр вот в него тоже прилетело а потом выяснилось что там на подземной парковке оказывается был склад с вооружением и военная техника стояла и есть даже фотографии это видно а в Днепре в дом или вот еще недавно в Умане в дом вот в Днепре в Днепре да я помню в Днепре это действительно вот ужасный случай там крылатая ракета попала да да но она попала не потому что она туда летела она попала туда под воздействием вашего ПВО ее неудачно ПВО сбило и она туда попала ну в смысле если бы упали осколки то повредили бы верхние этажи не 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 это не осколки просто ПВО не 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 сумела уничтожить ракету в воздухе она она просто изменила ее курс и поэтому она туда попала хорошо если смотреть с логики то наша ПВО не работала если бы ваши ракеты не летали да можно говорить как угодно дело в том что Россия целенаправленно не бьет по жилым объектам потому что ну вы же понимаете что любая война это экономика и нет никакого смысла запускать дорогостоящую крылатую ракету которая стоит около миллиона долларов по обычному жилому дому ну в этом экономически никакого смысла просто нет ну я согласна с вами да потому что когда запускают такую ракету ее направляют либо на какие-то склады с вооружением либо на скопление техники либо на скопление военных для того чтобы нанести урон военной части а жилой объект, жилой дом кому он нужен? хорошо а что Россия напала на Украину? Россия не напала на Украину а что Украина напала? да Украина напала на наши союзные государства с которыми у нас заключен официальный международный договор был заключен договор когда? 21 февраля какого года? 22 февраля а Россия напала на Украину в 14 году 20 апреля не нападала но как они нападали? Крым отжало Гиркин Стрелков зашел в Донецк Гиркин Стрелков это обычный доброволец который вы совершенно правильно сказали зашел во второй половине месяца а антитеррористическую операцию объявили задолго до того как он зашел не объявили как раз после того как он зашел нет вы неправильно помните антитеррористическую операцию у вас объявили 7 апреля а Гиркин появился после 14 числа а что он там появился? доброволец обычный доброволец обычный доброволец который помогал ополченцам я думаю Украина победит да вы напрасно так думаете потому что Украина уменьшается каждый день даже когда мы с вами разговариваем на сегодняшний день уже 200 тысяч оккупантов мертвых ну это очень смешные цифры которые вам говорят это очень смешные цифры смотрите как можно быть 200 тысяч мертвыми если Россия зашла группировкой 24 февраля зашла группировкой 100-120 тысяч плюс армия ЛНР и ДНР еще тысяч примерно 50-60 ну даже если предположить что их было 160-170 тысяч как может быть 200 мертвых более того если 200 тысяч мертвых значит раненых должно быть еще минимум 600 тысяч то есть всего из из войска вышло примерно 800 тысяч но это же глупости может до сих пор проводится частичная мобилизация нет это вам рассказывают и выдумывают у нас мобилизация была только один раз в прошлом году и то частичная а в этом году даже не было это вам рассказывает сказка ну у вас же ж этот как его боже кто он кто там кто там главнокомандующий кто вас Путин Владимир Владимирович ну Путин а что его 350 тысяч еще сказал что призвут никого не говорила на Украину зашла 180 тысяч 350 еще призвали 350 а 300 тысяч у нас призвали но их еще не ввели даже туда там ввели примерно одну треть из того что призвали ну ладно нет они а что у вас сейчас под Бахмут отступили не отступили неудачно перегруппировались это вам навыдумывали ну Бахмут Бахмут уже почти взяли остался один километр да да ну да кстати ваш МИД РФ сказал что кто из войск Российской Федерации перейдет в Вагнер тому светит 15 лет тюрьмы вы слышали это? это глупости жуткие вообще странно в час рулетки мне говорили что слышали а вы говорите глупости ну просто понимаете то что прихожин работает вместе с украинской разведкой слышали слушайте вот вы поймите правильно идут военные действия это означает что еще идет информационная война Пригожин он далеко не самый глупый человек я вам серьезно говорю и хочу вам напомнить когда помните когда брали Солидар Пригожин тоже вышел и говорит у нас все плохо снарядов нету короче ничего не получается через два дня Солидар забрали поэтому ну как бы вы все таки понимаете что это информационная тоже война они уже отступили с Бахмута и Солидара полностью? ну не полностью из Солидара отступили? ну вы выдумываете либо либо вас просто ну вам просто рассказывают опять про перемоги которых нет ну блин честно странно я смотрю и российских блогеров тоже вы возьмите подпишитесь просто на какие-нибудь российские паблики ну так я на российских подписана так и что там Солидар уже Украина взяла? ну не полностью не полностью короче не выдумывайте из Бахмута никто не отходил просто вы сейчас просто вы сейчас там что-то насмотрелись а потом будете разочаровываться не надо в смысле разочароваться ваши войска выгнали с Киевской области с Житомирской с Харьковской это вам рассказывают это вам рассказывают что выгнали а это не выгнали если вы помните в Турции переговоры в это время проходили и когда наша переговорная группа вышла из здания где были переговоры она сказала что мы там о чем-то они договорились и поэтому мы группировку сокращаем и из-под Киева выводим войска ну это же показывали везде и у вас в том числе откуда вы берете что вы кого-то выгнали и кстати когда наши ушли из-под Киева украинская армия только через три дня туда зашла она там была как она там была если там стояла российская армия да что в Киевской области нету войсков когда вышли из Бучи из-под Киева из всех вот этих мелких городов которые под Киевом украинская армия только через три дня зашла не рассказывайте у меня не рассказывайте освобождал Ферпини Бородянку так вот как раз вот как раз там так и было потом через три дня зашла украинская армия начала там кино снимать это по-моему все уже знают что если вы пошли освобождать Донецкий и Луганск какого хера поперлись на Киевскую Житомирскую Харьковскую и Херсонскую область ну потому что у России помимо освобождения Донбасса есть еще задача Большие аппетиты да что что Большие аппетиты не аппетиты есть задача чтобы у Украины не было армии и пока вот эта цель не будет достигнута к сожалению все это будет продолжаться и что достигнута цель сейчас вооружение на кучу собирали со всей Европы да я знаю вы все время собираете со всей Европы но оно постоянно заканчивается а советское вооружение которое у вас раньше было на складах очень много оно уже закончилось полностью а сейчас да вы совершенно правильно говорите вы полностью зависите от поставок запада поэтому это тоже полномерно уничтожает а куда же деваться ну вы не видите аналогии так как фашистская Германия напала на СССР и ей помогали все страны в том числе и США как главный поставщик это вы так думаете США начала США с 43 года начала помогать когда уже когда они уже поняли кто победит а до этого США сидела и думала кому помогать Германии или России Украине побеждают от расистов помогают все когда поняли что Украина Украина всегда кто-нибудь помогает Украина без этого не может она привыкла ей нужно всегда так чтобы и в политике и во всем и и в армии тоже Украина никогда не была самостоятельным государством она сама ничего не может СССР Украина была ядерная держава никакого Никогда она не была ядерной державой? В смысле, никогда не была ядерной державой? Ядерное оружие, которое было на Украине, это было оружие Советского Союза. И все центры управления, и кнопка находилась в Москве. Поэтому, если бы даже Украина захотела, она бы этим оружием воспользоваться не могла. Поэтому это не ее оружие, это оружие Советского Союза. Ну, хорошо. А танки ваши где делали? Не в Харьковской области? Танки делали в Харьковской области. Но их делала не Украина. Их делал Советский Союз. Другая совершенно страна. Ну, Советского Союза уже нету 30 лет. Ну да. А танки продолжают для России там делать? Советский Союз. Танки для России продолжают там делать? Нет. Правильно. А знаете почему? Почему? Потому что это теперь не Советский Союз. Потому что их делают для Украины. Да. Совершенно верно. Кстати, на заводе, который построил Советский Союз всем народом. Совершенно верно. Ну, как построил? Ну, все, нет Советского Союза уже 30 лет. Вам сколько лет? Да много мне лет. Я Советский Союз знаю. Хорошо, не волнуйтесь. Ну, все, уже полжизни вашей Советского Союза нету. Так. Даже больше, чем полжизни. Да, больше. И самое интересное, что за все это время Украина самостоятельно ни хрена не сделала. Вот это как раз действительно удивительно. Что вы говорите? У вас даже гвоздей не производят. Да вы рассказывайте, что Украина ничего не делала. Перестаньте говорить вашим телевизорам. Ну, хорошо. Можете мне сказать? Можете сказать, что за 30 лет Украина такого значимого добилась? Может быть, в каком? Может, в производстве? Может, еще в чем-то? Может, построила что-то? Может, мосты какие-то? Может, еще что-то? Может, самолет сделала? Да, самолет Мрия у нас построен. Нет, вы его не достроили. В Николаеве у нас корабли строят. Нет, у вас уже там давно не строят корабли. Вы сейчас обманываете. У вас там корабли тысячу лет уже не строят. У вас даже Крас накрылся. И Запорожец у вас накрылся. Но вы же ни черта не сделали за 30 лет. Ну, от слова совсем. У нас есть оружейный завод. Какой оружейный завод? Вы даже Мрию, одну единственную, которая была наполовину собрана, даже ее не смогли достроить. В смысле? Она уже летала. Она летала та, которую при Советском Союзе сделали. А которая у вас была вторая, которую надо было доделать. Вы ее так и не доделали. Она была одна единственная в Европе. Нет, не одна единственная. Самый крупный самолет в мире. Самый крупный самолет. И вы должны были собрать второй. Он был собран наполовину. А первый Советский Союз собрал. Какой Советский Союз? Хорошо, вы что собираете? Мы? Ну вот интересно, да. У нас, извините меня, космическая отрасль, у нас, извините меня, самолет делают, у нас, извините меня, двигатели для ракет делают, весь мир пользуются, у нас до хрена что делают? Ну да-да, только без электроники теперь. Почему? Потому что электроника вся была... Что вы думаете? У нас, у нас Суперджет, самолет, на 85% сейчас состоит из отечественных деталей. Вообще нормально все. Я вам скажу, что вот мне 40 лет, мне было жить отлично просто. И Советский Союз я очень хорошо помню. Вот сейчас у меня мой дом, ну, ремонт идет, да, у меня все отлично. Ну, хорошо. Я себе могу все позволить. А если бы не война, то позволила бы еще больше. Потому что мои клиенты бы выезжали за этот курдон, как оно, за границу. А как вы думаете, люди на Донбассе с 14-го года, как вы думаете, они так же себя чувствуют, как вы или нет? А знаете, у меня очень много есть людей... И у меня тоже. И у меня тоже. В Ахин. И у меня тоже. И которые рассказывали, как они... И у меня тоже. Иезжали... Да, да, да. Я вам историю расскажу женщины с детьми, как она выезжала с Волмавашей. Не хочу. Не хочу. Я знаю огромное количество разных историй. Я прекрасно знаю, как обстоят дела на Донбассе. И как там целое поколение детей уже выросло, которые под обстрелами всю жизнь. Они еще ни одного дня не провели, чтобы ничего-нибудь не прилетало. Понимаете? И это продолжается уже 9 лет. А вы за один год, конечно, натерпелись. Кричите, а нас-то за что? Но вас никого не волновало. Вас решительно никого не волновало, что происходило с 14-го года. Вам это было все равно. Меня это не волновало. Мой друг в АТО служил. Вот я и говорю, в АТО служил, правильно. Правильно, в АТО служил. Все украинцы поддерживали, все школы постоянно скидывались, приносили печенье, чай на скидку. А скажите мне, пожалуйста, а вот те люди, которые сейчас проживают на Донбассе, они для вас кто? Донбасские люди. У меня дядька живет на Донбассе еще. Понятно. Но он, слава богу, не под оккупацией. Я понял. Вот, понимаете, вот вы как раз делите людей на тех, кто, как вы говорите, под оккупацией, и на тех, кто не под оккупацией. Понимаете? Я прекрасно знаю, что вы не считаете людей, которые живут в АТО, и вам было все эти годы решительно наплевать, что с ними происходит. Я прекрасно знаю, как вы относитесь к ним. Вы относитесь к ним, что они хотели русский мир, вот получайте русский мир. Я прекрасно это знаю. Поэтому то, что они там страдали, вас вообще не волнует. Поэтому теперь не удивляйтесь, а нас за шо? Вот просто не удивляйтесь. Вот за шо. Там никто не страдал. А, никто не страдал. Они получали две пенсии от России и от Украины. Они еще хитрые там такие были. Да, да, да. Они еще хитрые. А Украина им платила пенсии, да, все время? Да. А, точно, точно. Первый год платила. Точно. И в Крыму платила тоже пенсии Украина, да. И в Крыму. И воду не отключала. Воду не отключала, пенсии платила, да, Украина? Ну, раз Россия уже взяла под контроль, так что? А, раз уже взяла. Так я не понял, платили, не платили, отключали или не отключали. Не понял сейчас. Это получается, что вы захватили соседскую квартиру, и вы хотите, чтобы сосед вам еще воду и свет подавал, правильно? Немножко, немножко, немножко некорректный пример. И еще, не вон, пенсии. Это все очень просто. Если бы Украина переживала за своих граждан, она бы их не бросила. А Украина за граждан не переживает, ей территория нужна. Вот и все. А на граждан решительно наплевать. И именно поэтому Украина до сих пор каждый божий день отобстреливает Донбасс, каждый божий день прилетает по Донецку, по мирному городу. Каждый божий день. Но вас никого это не волнует. Вам наплевать на это. Да, да, да. Все было мирно. Никто никого не было. Конечно, мирно, да. 15 тысяч человек только погибло, а все очень мирно. Сколько человек погибло на Донбассе с 2014 по 2022 год? И сколько погибло? А сколько? А вы знаете? Я не знаю. Конечно, вы не знаете. У меня есть сведения. Правильно, вы не знаете, потому что вам это не интересно. Вам это не нужно. Вас интересует только то, что с вами происходит. Совершенно верно. А сколько ваших погибло, вы знаете? Каких наших? Каких наших? Россия. Да вам наплевать. Слушайте, я вам говорю про Донбасс, сколько мирных людей погибло, а вам похеру. Посмотрите на себя, вам же наплевать. Вы бы сразу говорите, а сколько ваших россиян погибло. Вот я и говорю, вам насрать глубоко. Вам глубоко наплевать. И вот когда я разговариваю с такими людьми, как вы, я прекрасно понимаю, что Россия все делает правильно. Да, почему вас интересует другое государство, а не ваше? Нас не интересует другое государство. Нас не интересует другое государство. Нас интересует то, что Украину в восемь лет уговаривали выполнить мирные соглашения. Вас интересовало, вас интересовало Тбилиси, интересовало, что вас Украина теперь интересует. А вы не знаете, что? А потому что Россия всегда защищает своих людей везде, где бы они ни находились. Это совершенно нормально, менталитет просто такой. Не такой, как у вас. У моей бабушки есть газ, вода централизованная. Вот она живет от Винницы 65 километров. А у вас от России, если отъехать, все, люди дровами тут. От России, если отъехать, то правильно. А в России нормально все. От России, да. Отъедьте от России. Там избушки на курить. Слушайте, вы думаете, что я никогда не был на Украине? Вы думаете, что я никогда не был в Винницкой области и не видел ваши вот эти вот избушки из говна и палок, в которых даже нету где руки помыть? Вы думаете, я никогда не был на Украине? Вы что мне сказки рассказываете? Я прекрасно знаю, как у вас на Украине. Особенно в Винницкой области. Я там очень много где был. Ну, просто я таких не видел. Конечно, у вас там везде пятиэтажные дома. В каждом дворе. С лифтом. Да. Да. У вас кирпичные. Вот я живу в частном доме. У меня что, избушка на курить? Я был, я в Винницкой области был очень много где. Я был от Винницы сто километров туда, в сторону Молдавской границы, почти до самой границы. Поверьте, я очень много чего насмотрелся. Там люди так живут, что поверьте мне, не вам говорить, как у нас тут живут. Вот точно не вам. Ну, как раз в Молдавской области люди нормально живут. Молдавская область. Да я видел, как нормально. Идеально. Я видел. Поэтому не выдумывайте. Вы реально думаете, что разговариваете с людьми, которые никогда не были на Украине, что ли? Ладно, я просто не понимаю, почему Россию колышет другая страна. Да не колышет. Если бы Украина выполнила мирные соглашения, которые были в 2014 и в 2015 году подписаны. Кстати, по этим соглашениям бы и Донбасс оставался в составе Украины. Просто Украина не умеет договариваться. Она не умеет выполнять обязательства, которые она соберет. А когда такое происходит, то рано или поздно война получается. Первый пункт прямо взяла и нарушила. Какой? Чего? Суверенитет другого государства. Первый пункт чего? Статута ООН. ООН? А как что там написано? Эти, Минские соглашения. А, Минские. А кто нарушил? Россия. Ну куда ж ты, милая?